Здравствуйте! Это новость из Дагестана, студия Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. 17 новых автомобилей, новый транспорт получили городские поликлиники от администрации Махачкалы. В Дербен приехали гости из Арабских Эмиратов. Делегация предпринимателей налаживает торговое сотрудничество с дагестанскими производителями. Снести нельзя оставить. Мэрия Махачкалы продолжает демонтаж незаконно возведенных строений. 300 требований о сносе. Администрация Махачкалы направила уведомления владельцам коммерческих объектов с просьбой самостоятельно демонтировать незаконно возведенные лестницы. Эту работу провели только 10 предпринимателей. В отношении остальных собственников кафе, ресторанов, торговых точек были применены принудительные меры по демонтажу. Городские службы на сегодняшний день снесли свыше 50 лестниц и заборов, мешающих свободному передвижению граждан по тротуарам. Работы велись на проспекте Акушинского, Петра I, улицах Кархмасова и Яракского. Сотрудники полиции пресекли работу незаконного игрового клуба в Хасавюрте. Организатор задержан. Как сообщили в пресс-службе МВД Республики, дагестанец незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием сети интернет. Заведение работало в закрытом режиме с соблюдением всех мер безопасности. Посетители могли попасть на игру только по приглашению в программах, мессенджерах или через закрытые группы в соцсетях. В ходе мероприятий полицейские изъяли оборудование и денежные средства. Подозреваемого в организации клуба задержали и доставили в отдел. Салман Дадаев решил помочь столичным поликлиникам. Об этом мэр Махачкалы рассказал на своей странице в Инстаграм. В последнее время к нему поступает огромное количество обращений по поводу медицинского обслуживания населения. Ввиду сложной эпидемиологической ситуации ограничен прием пациентов в поликлиниках города. Поэтому мэром столицы было принято решение о выделении поликлиникам 17 автомобилей, чтобы участковые врачи принимали пациентов на дому. В первую очередь до начала приема проводится тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Мэр города отметил, что будет оказывать такую помощь до улучшения эпидемиологической ситуации. На улице Каркмасова реставрируют фасады 26 зданий. Покраска многоквартирных домов проходит в рамках краткосрочного капремонта. Именно улица Каркмасова в Махачкале стала первым проектом в республике, который объединил несколько муниципальных, региональных и федеральных программ. Напомним, власти предусмотрели здесь также замену коммуникации и создание пешеходных улиц. Реставрация девяти многоквартирных домов уже на стадии завершения. В этом году будут отремонтированы еще 17. Делегации из Объединенных Арабских Эмиратов в рамках визита в Дагестан побывала в Дербенте. Они встретились с депутатами городского собрания, руководством администрации Дербента, с экспортно-ориентированными компаниями республики и представителями Центра поддержки экспорта региона. В ходе встречи стороны обсудили вопросы по налаживанию сотрудничества между предпринимателями Арабских Эмиратов и Южного города Дагестана. Тему продолжит Асель Манапова. Встреча с бизнес-делегацией из Объединенных Арабских Эмиратов состояла с администрацией Дербента. С приветственным словом в адрес собравшись обратился заместитель главы города Ведадий Зайналов. Он пожелал гостям приятного пребывания в Древнем городе и отметил уникальное географическое положение и мультикультурность Дербента. Уникальное географическое положение нашего города, оно действительно уникальное. Мы находимся на берегу прекрасного озера, которое во всем мире принято назвать Каспийским морем. Оно имеет закрытый характер, не сообщается с Мировым океаном. Территория нашего города зажата между горами и Каспийским морем. Мы расположены на относительно небольшом участке земного пространства, на узкой полоске. И это делает честь тем людям, которые основали, тем, кто первые поселенцы, которые нашли это, подарили нам Аллахом место, землю, для того, чтобы основать наш город и географическое положение. И наша мультикультурность нам позволяет надеяться на то, что мы в будущем будем являться или станем средоточием инвестиций, развития и туристического комплекса, и перерабатывающего комплекса, и серхоз направления. Мы на это очень сильно надеемся. Делегацию возглавляла доктор Шафика Ида Аля Мири, исполнительный директор Совета деловых женщин Абу-Даби, генеральный секретарь Совета арабской молодежи. Она выразила уверенность в том, что такие встречи послужат началом долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-структурами Дагестана и Объединенных Арабских Эмиратов. Все собравшиеся согласились с ней. Мы приехали с каким-то определенным планами, намерениями, настроениями. Мы хотим, чтобы все то, что вы запланировали, оно было реализовано, осуществлено, чтобы вы уехали с нашего города, с нашей республики, с хорошим настроением, чтобы вот те планы и намерения, которые вы себе наметили, чтобы вы их реализовали, и мы готовы сделать со своей стороны все чудеса для того, чтобы они были реализованы. Гости представляли различные сферы бизнеса – строительство, торговля, туризм, образование и другие направления. Главной задачей бизнес-миссии является определение экспортного потенциала производителей товаров и услуг республики для дальнейших экспортных сделок с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов. На сегодняшний день, если сравнить 2021-2020 год, если в 2020 году общий объем экспорта из Республики Дагестана в Объединенных Арабских Эмиратов составляет всего лишь 50 тысяч долларов, за один год работы нам удалось 16 раз увеличить объем экспорта. На конец 2021 года мы увеличили отловку до 811 тысяч долларов. Так получается, что 16 раз мы увеличили экспорт нашей продукции из Республики Дагестана в Объединенных Арабских Эмиратов. Главный архитектор города Исаа Магомедов ознакомил гостей с рядом инфраструктурных проектов Дербента, которые уже реализованы, а также находятся в стадии реализации. В рамках визита предпринимателя познакомились с историей древнего города и посетили основные его достопримечательности. Асель Манапова, Дауд Гасанов, Новости НМТ Дербент. Рискуя жизнью в школу и в детский сад. Жители поселка Новый Сулак из села Зубутлими от Лики из Льюрцевского района много лет проходят путь через рельсы. Иногда и вовсе приходится перебегать под поездом или перелазить через состав. Ближайший обустроенный пешеход со знаками и светофором расположен в 500 метрах, но через него путь значительно удлиняется. А перебегая напрямую, школьники и взрослые экономят больше получаса. После обращения активистов ОНФ в РЖД готовы рассмотреть варианты обустройства пешеходного перехода через железнодорожные пути в поселке Новый Сулак. Для этого уже на днях будет создана комиссия. А когда здесь поезд стоит, как вы переходите? Мы, дети, все ждем на той стороне, пока проедет поезд. Если поезд долго стоит, то перелезаем через поезд, чтобы не опоздать на работу, дети сзади. Кстати, основная масса, я свидетель сама, идут под поезд. И тем более поезд еще бывает даже не выключен, он как на ходу еще. И все равно дети под поезд лезут. Ремонт в дагестанских школах теперь будут контролировать специальные штабы. Об этом сообщили в региональном Миноборе. Называться они будут штабы родительского контроля. Задача новой общественной организации – следить за качеством ремонтных работ в образовательных учреждениях и постоянно докладывать о ходе мероприятий в Министерство образования. Напомним, в Дагестане, по данным официальной статистики, в капитальном ремонте нуждаются 210 школ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, средства на выполнение работ уже выделены. За прошедшие сутки в Дагестане было выявлено еще 560 случаев коронавируса. Из них 307 человек госпитализировано. С начала пандемии в республике – это самые высокие показатели. В связи с этим медики рекомендуют жителям региона максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию. Продолжают закрываться на карантин образовательные учреждения. Об этом сообщили пресс-службе Минобразования Республики. Список закрытых школ пополнили 3 столичных и 7 хасавертовских. Всего в регионе полностью закрыты почти 200 школ. А общее количество учеников, перевезенных на дистанционное обучение в Дагестане, выросло до 92 тысяч. Еще в 37 школах отдельно закрыты 423 класса. А в стационаре центральной городской больницы Хасаверта на сегодняшний день находится 39 пациентов. Амбулаторное лечение проходит свыше 3000 человек. Почти столько же выздоровело. Под наблюдением 160 пациентов. При этом всего в Хасаверте вакцинировано почти 50 тысяч жителей. Троллейбус финансовой грамотности появился в столице республики. Транспорт запущен по маршруту 263 между Махачкалой и Каспийском. Он обклеен информацией из сайта «Финансовая культура». Плакаты помогают правильно выбрать услугу, распознать кибермошенника или финансовую пирамиду. Достаточно считать смартфоном QR-код с борта транспортного средства. Троллейбус финансовой грамотности – это одна из форм финансового просвещения наших граждан. Это очередной совместный проект с мэрией нашего города, города Махачкалы. В прошлом году мы активно внедряли безналичную оплату в общественном транспорте. Банк России уделяет большое внимание финансовой грамотности всех слоев населения, от дошкольников до людей старшего возраста. И мы думаем, я уверена, что вот такая новая форма получения знаний, она будет востребована нашими гражданами и обезопасит их. Подобная информация также появилась на маршрутных такси. Тематические ролики транслируются на видеотабло центральных улиц города. Дагестанцев ожидает ухудшение погоды. Об этом сообщает единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С 1 по 2 февраля в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Однако в столице региона, по данным Росгидромета, погода сохранится прежней. Температурный режим будет примерно в выше норме на 3-5 градусов. Осадку предполагает около и отдельных районов выше нормы. Но хотелось бы, чтобы выше нормы были. Но, как показывает январь месяц, в январе, например, осадку было в Дагестане меньше нормы. В некоторых районах даже 50% не выпало. А это сказывается на водность реки Дагестана, на сельском хозяйстве, на все. В целом, в первую декаду февраля, можно смело сказать, он будет теплой, комфортной, без существенных осадков. Хотя не могут слабые осадки. Ну, в горах, конечно, в виде снега, в Приморской передгоре в виде дождя, переходящий снег. Ну, слабее. И вероятность осадков очень маленькая в первой декаде. Дагестанские боксеры лучшие на первенстве СКФО. Турнир среди юниоров и юниорок в течение недели проходил в станице Суворовское Ставропольского края. На счету воспитанников спортшколы Республики 7 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Первыми в своих весах становились Султан Мурат Гаджиев, Осман Хобчаев, Магомед Исмаилов, Магомед Паштаев, Зубаил Магомедов, Мирзахан Апаев и Магомед Расул Курбанов. Также в активе команды 4 золота, завоеванные девушками. Призеры соревнований завоевали путевки на первенство России. Дагестанские спортсмены выиграли золотые медали чемпионата мира по ММА в Абу-Даби. Официальные соревнования по смешанному боевому единоборству завершились в минувшие выходные. Медали высшей пробы сборной России принесли Шахбан Гапизов, Джамал Меджидов и Шамсудин Махмудов. Национальная команда впервые за 6 лет не смогла выиграть общий зачет, уступив первое место сборной Бахрейна. Большой вклад в успешное выступление королевства внесли дагестанские легионеры Курбан Идрисов, Рамазан Гетинов и Расул Магомедов, также завоевавшие золотые награды. Это была последняя информация. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова